Как стать звездой? Как минимум научиться петь, а потом принять участие в традиционном конкурсе эстрадной песни «Серебряный голос». Это, конечно, не популярный телепроект «Голос», но тоже дает стимул учиться вокалу. Тем более, что с этого года статус конкурса повысился. Его поддержало Министерство культуры Московской области. Районный конкурс эстрадного пения «Серебряный голос» проходил здесь, на стене районного культурного комплекса на протяжении 15 лет. И впервые, это особо почетно для нас, конечно, для нашего конкурса эстрадного пения «Серебряный голос» проводится в статусе областного. Конечно, это и большая ответственность для нас, так и для организаторов. В жюри конкурса «Серебряный голос» преподаватели профессиональных образовательных учреждений, деятели культуры и искусства Москвы и области. По признанию организаторов, Министерство культуры сегодня обращает большое внимание на повышение уровня концертных программ любительских творческих коллективов. Так что специалистам конкурс не менее интересен, чем участникам. Какие у нас есть проблемы? Как занимаются и воспитывают вокальные поколения наши руководители? Какой репертуар используют для того, чтобы учить, петь? И на каких образцах культурного наследия воспитываются наши участники коллективом? Работы у жюри было много. 360 участников из 26 муниципальных образований Подмосковья приехали в Щелково в этом году. Две номинации – эстрадное и джазовое пение, четыре возрастные группы, две детские, одна подростковая и одна для взрослых вокалистов. На большой сцене ДК соревновались вокальные ансамбли. В малом зале в более камерной обстановке выступали солисты. После выступления каждой возрастной группы члены жюри обсуждали итоги с наставниками конкурсантов. Оценивалось вокальное и исполнительское мастерство, глубина и яркость воплощения образа, собственно, голос, а также костюмы и качество музыкального сопровождения, хореография, если она использовалась. Обращалось внимание и на соответствие репертуара возрасту. Прецедент, кстати, был. Один из коллективов привез на конкурс слишком взрослую, по мнению жюри, песню. Кстати, члены коллегии и сами подавали пример начинающим певцам. Композитор и актер, солист театра Алексей Рыбникова Александр Позняков представил свою версию мирового хита «Тень твоей улыбки». Может, большими звездами участники конкурса «Серебряный голос» и не станут, но они очень старались покорить свою хотя бы первую высоту, стать лауреатом и получить право выступить на галоконцерте. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...